Джейк Джилленхол привез на Sundance очередной фестивальный проект от Netflix. Фильм ужасов «Бархатная бензопила». Картина режиссера Дэна Гилрая, известного по фильму «Стрингер», погружает нас в мир современного искусства, где всем правит не тяга к прекрасному, а жажда наживы. В центре сюжета группа богатых коллекционеров из Лос-Анджелеса, которые обнаруживают несколько потрясающих картин, принадлежащих кисти неизвестного автора. Однако, сантаки искусства быстро осознают, за холстами и красками скрывается нечто зловещее, сверхъестественная сила, одержимая жаждой мести. Помимо Джейк Джилленхола, в актерском составе хоррора также числятся Рене Руссо, Джон Малкович, Тони Каллетт и другие. В сценарии есть много блестящих идей, но мне, в частности, больше всего близок лейтмотив фильма. В мире, где ценится лишь то, что может быть определено количественно в денежном выражении, в мире, где всем правят деньги, мы забываем о нашей индивидуальности и уже не помним, что мы любим на самом деле. «Бархатную бензопилу» можно посмотреть на Нетфликсе уже 1 февраля. Если «Бархатную бензопилу» критики на Санденсе оценили положительно, то вот премьера нового документального фильма о Майкле Джексоне вызвала весьма неоднозначную реакцию. Так, крайне негативно о картине «Покидая Нитландию» это звала семья покойного поп-короля, назвав лжецами двух мужчин, фигурирующих в картине Уэйда Робсона и Джейсона Сейфчека. В фильме они рассказали, что в детстве подвергались сексуальному насилию со стороны Джексона на его ранчо. В заявлении родственников музыканта говорится, мы не можем стоять в стороне, пока продолжаются публичные самосуды. Майкла нет с нами, и он не может защитить себя, в противном случае эти обвинения не были бы выдвинуты. Режиссер фильма Дэн Ридт, в свою очередь, заявил, что не сомневается справедливости слов Робсона и Сейфчека. Тараджи Хэнсон удостоилась именной звезды на Аллее славы в Голливуде. На торжественную церемонию актриса пришла в сопровождении своего жениха, сына, матери, бабушки и подруги, певицы Мэри Джей Блайдж. Я хочу поблагодарить всех моих прекрасных фанатов, которые пришли сюда сегодня, потому что без вас меня бы не было. Я не могу поблагодарить каждого из вас лично, но я хочу, чтобы вы знали, что вы так много значите для меня. Мне до сих пор не верится. Я смотрю на эту звезду и продолжаю спрашивать себя, это происходит на самом деле или это все мои фантазии. Хэнсон принесла известность роль в фильме «Загадочная история Бенджамина Баттона». За которую она была номинирована на «Оскар». Наибольшего успеха актрисе принесли съемки в сериале «Империя». За роль мыльной оперы канала «Фокс» она получила «Золотой глобус». Сегодня юбилейную дату отмечает знаменитая американская телеведущая Опра Уинфри. Самой богатой женщине в индустрии развлечений исполняется 65 лет. Опра Уинфри нисходит с экранов уже десятки лет. Она стала первой темнокожей женщиной, которой удалось заработать миллиардное состояние, открыть свою кинокомпанию и основать медиасеть. Опра также широко известна благодаря своей общественной и благотворительной деятельности. В 2017 году журнал «Форбс» назвал ее самым влиятельным человеком в мире, а в 2011 она получила почетный «Оскар».